Конкурсную программу интеллектуальных соревнований предваряла церемония открытия. К участникам и педагогам со словами признательности и пожеланиями успехов обратились организаторы. К слову, на конкурс пришло около пяти десятков заявок исследований. В основной части битвы умов после предварительного отбора осталось более 30. Но каждая работа заслуживает внимания и по-своему интересна. Мы хотим достигнуть преемственности в деятельности учреждений общего образования, среднего, среднего специального образования и вузов. То есть по линии школа, колледж, вуз. Расширить творческие связи с учителями школ, потому что теперешние школьники – это будущие, возможно, абитуриенты колледжа. Защита работы – это выступление учащихся перед компетентным жюри. Процесс проходил одновременно в пяти секциях. Каждая имела свое направление, к примеру, филологическое, физико-математическое или историческое. Последнее, к слову, привлекло и представителей польской делегации. Конечно, так как это конкурс, нам будет приятно, если наши ребята достигнут успеха, получат награду, займут первое, второе или третье место. Однако, это не самое главное. Важно то, что молодежь смогла принять участие в таком мероприятии, получила возможность презентовать свой проект. Уверен, что такой новый интересный опыт поможет им и в дальнейшей жизни, и карьере. Всего в конкурсе приняло участие порядка 60 школьников. Все они подошли к делу ответственно, старались не только полно и многосторонне раскрыть тему, но и найти практическое применение разработкам. Я буду представлять проект по поводу изменения климата в Лунинецком районе. Его цель – увидеть, есть ли изменения в климате, какие существенные или нет, и высчитать какие-то осадки и основные проблемы. Я сегодня приехала презентовать работу о городе Белозерске. Суть работы заключается в том, чтобы привлечь привлекательность к малым городам и научиться ценить их и развивать их. Сегодня мы презентуем поисковую работу, исследовательскую поисковую работу по Спасо-Преображенскому храму села Теребуни. Такая информация может быть использована в тех же туристических маршрутах, потому что эта церковь на самом деле уникальна. В ней сочетаются три стиля – готика, ранее барокко и ренессанс. Эта церковь была построена беглым польским родом, шуйскими, то есть она находится очень близко от границы с Польшей. Можно сказать, это этакий форпост православия на перекрестке двух вер и народов. Состоявшийся конкурс – первый подобный проект Политехнического колледжа. Основная его цель – создание условий для реализации творческих способностей школьников, стимулирования их исследовательской деятельности. А в том, что увлечь подростков научными поисками можно и делать это необходимо, не сомневаются ни их учителя, ни организаторы мероприятия. Они хотят получить ответы на вот эти вот поставленные вопросы. И когда они этого сами добьются, пройдут через эти все этапы, вот тогда, я думаю, это и будет тот результат, на который мы вместе все и шли. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.